Не может президент говорить, так сказать, непроверенные факты. Ножки Буша, накаченные антибиотиками, которые Запад нам сюда ввозил. Зумби из европейских стран. Самим немцам не хватает денег. Не то что на подарки, а даже на ёлки. На фронт нужно идти с семьями. Это и веселее, это и для здоровья полезнее. Привет, друзья! Я Григорий Герман, и это Скампель. Ну что, ребят, этому году осталось уже совсем немного. И вот, честно положу руку на печень, я не вижу смысла обсуждать его итоги. Ну, какие-то ожидания он оправдал, какие-то нет. Но самое главное, то, что загадывали миллионы людей по всему миру и миллионы украинцев, 2023 год откровенно похерил и не принес ни мира, ни победы Украине. Честно говоря, шансов было мало, но они и не оправдались. И по той же причине совершенно бессмысленно обсуждать следующий, 2024 год. Какие-то тенденции, понятное дело, обозримы. И мы обсудили их с Аббасом Галямовым. Десятки и сотни других обозревателей обсудили с другими экспертами, каким он будет. Но, откровенно, ну вот так, как между словами. Война не терпит прогнозов. Так всегда было и так всегда будет. Она всегда вносит свои коррективы и всегда идет не по плану. Поэтому сегодня в скальпеле я, наверное, хотел бы обсудить с вами совершенно другую тему. Хотя и связанную с подведением итогов 2023 года. Наливайте чайок, не знаю, ставьте тарелку с мандаринами на выгод все-таки и поговорим. У меня перед глазами очередная сводка о потерях российской армии, наконец, с декабря 2023 года. Потерь российской армии в войне, которую развязала прямо, неприкрыто. Можно даже сказать, молодцевато развязала именно Российская Федерация. Так вот, ориентировочные потери армии РФ составили более 350 тысяч человек. Более 350 тысяч. Это больше, чем императорская армия потеряла в русско-японской войне. Это почти в два раза больше, чем Россия потеряла за два с половиной года Крымской войны. Притом и русско-японская, и Крымская война привели к кризисам, к возмущениям, к тектоническим изменениям в Российской империи. А сейчас? Тишь, гладь, божья благодать. Ну там мамы и жены мобилизованных записывают видео. Ну оккупанты с фронта записывают тоже слезливое видео. Ну или пьяное видео. Отмечая, что вот они, пять человек из всей рот, живыми вернулись в располагу, а вся рота полегла, а мы это живые. Повезло. И что россияне? Они что? Ну как так? А здесь, мне кажется, вот в чем. Путин и его комарили, они же на самом деле ошиблись во всех своих расчетах. Они ошиблись в оценке желания и способности украинского народа и украинских элит к сопротивлению. Они не смогли просчитать реакцию Запада, даже реакцию Китая, полагая, что она будет намного более явной и решительной. Они ошиблись во всех расчетах, кроме одного. Власть высчитала, сколько россиян можно отправлять на убой, и народ при этом будет молчать. Это примерно 300 тысяч в год. Вообще незаметно. Можно убивать и дальше. Тарас Загородний все прекрасно просчитал. Ну я уверен, что россияне высчитали просто по социологии порог потерь российской армии. Вот они высчитали, что россияне готовы терпеть 200 тысяч в год. Убитых россиян в Украине. Вот они в этом рамке и идут. И мобилизация у них так идет и так далее. Они высчитали, сколько нужно для счастья людям. Вот эти вот, я уверен, что вот эти 200 тысяч рублей, которые платят россиянам, вот там за это, это не случайная цифра. Я вот где-то видел социологию тоже социолога, он говорил, что россияне, это была общая высчитанная цифра, сколько людям нужно для счастья. Там было 190 тысяч. Ну вот, накинули 10, да, и все. И не надо им больше платить. Вот, даешь россиянам столько, сколько им надо для счастья. Вообще, конечно, это абзац, да, в сверхсупердержаве, которая претендует на мировое лидерство, бла-бла-бла, все дела, народ богоносец готов идти дохнуть за 200 тысяч рубасов. Это сколько сейчас там? 2000 долларов? Сколько людям нужно для счастья? 200 тысяч рублей? На! И можно убивать дальше. Родственник мобилизованного будет довольны. И не надо даже больше платить. Можно убивать и за два косаря бакинских. Все довольны, все прекрасно. Но там еще, конечно, потом выплаты и заткнуть хавальник пачками рублей тем, чьи родственники сдохли в украинском Черноземном. Ну, это такое, да, он пропал без вести. Все, жена без лады. Ждите, ищите, подтверждайте. Не влияет на температуру по палате, да? Пока что не влияет. А там посмотрим. А вот выгоды, они же очевидны, вот ими. И главное, Путин, наш президент, еще на 6 лет. Будет и дальше кидать по 300 тысяч чурбанов в год в топку своего позолоченного паровоза, имя которому путинская Россия. Вы тоже можете позволить. Он же не на своих гуляет, да, не своими играет. А народ? А что народ? Народ в России никогда не был ценным ресурсом с точки зрения элит. Так всегда было, ребята, и при царях, и при генсеках, и при президентах. И если взять вот это, что 300 тысяч русских убито, ну, с точки зрения Чечни, даже то, что там русских будет 70%, а у этих 10, то с точки зрения процента на население у русских будет это там 2%, а у этих 20, с точки зрения генофонда нации, он просел на 20. Хотя вот здесь, с точки зрения федерации, ну, слушайте, ну, у вас процент на 70. Ну, якобы, да. А потом, когда начинаешь смотреть в количестве своей страны, так уже и мужиков нету. Вот это как раз хитрая задумка, и это уловка империи. Когда нации, которые не принадлежат к титульной, идут как расходный материал и топливо для жизни самой империи. И эти нации съедают, их языки уничтожают, их просто перемалывают на мясорубку для нужд других. Ну, чтобы семья Абрамовича хорошо жила, чтобы Дерипаска мог хорошо жить, чтобы там дети Березовского ни в чем не нуждались, чтобы там другие элиты Селиман-Каримов мог забрали яхту, а он, чтобы через 3 дня новую купил. Как это так? Он же за Дагестан отвечает. Он отвечает, вот поэтому у него должно быть 2 яхты, а вдруг одну заберут. Только 2 жизни у дагестанца нет обычного. И у Тувинца нет 2 жизни, и у Бурята 2 жизни нет. Они не кошки и не спайдермены. Их просто убивают один раз и навсегда. И его дети растут без отца. Это в лучшем случае. А в худшем случае он и потомство не оставил. Вот это ответ, то, что русские их истребляют просто как генофонд и как нации, которыми нужно управление. Потому что им не нужны там люди. Им нужны их земли. И ресурс, который в этих землях. Потому что ресурсы, их можно продать, перевести в кэш, кэш вывести на запад и купить там что-то красивое и реально стоящее. А народ? От него одни неприятности, от него головняки. То-то дороги ему нужны, то ЖКХ, то яйца, понимаешь, дешевые требуют. Меньше народа, больше кислорода. А работать, ну так можно северных корейцев у Кима арендовать. Они еще более неприхотливые. Еще более дрессированные в теории вопросов. Хотя, с другой стороны, россияне тоже подходят. Но они же тоже неприхотливые, тоже терпеливые. Держатся, хотя денег на них нет. Вот она, единственная путинская ставочка, которая пока реально сыграла. Народ российский. Бесконечно доверчивый. Ему что не скажи по телевизору, он во все поверит. Даже если пару месяцев назад противоположное по телевизору говорили. И так по кругу. Народ терпило, ты его и в хвост, и в гриву, и так, и эдак, и с подпадвы подвертом. А на финаль деньги, которые можно было бы потратить на ремонт бараков, в которых вы живете, мы отправляем на восстановление нами же разрушенного Донбабве. Там, в серой зоне военного конфликта, эти деньги еще проще украсть. Люба, россияне! Люба, Люба! Люба, хор нестройных голосов. Народ, который никогда не может определить, кто его настоящий враг. Кто на самом деле виноват во всех его бедах. Поэтому ненавидит этот народ тех, кто вернулся с войны. А не тех, кто эту войну начал. Причина заключается в том, что как бы там россияне не относились к войне, которую они, по сути, ведут против Украины, но в понимании большинства, где-то там, как говорится, глубоко-глубоко в душе, есть понимание, что эта война несправедливая. То есть это не война, как вот Великая Отечественная или Вторая Мировая, когда они защищались. Это война именно такая захватническая. И соответственно, те люди, которые там воюют, к ним, с одной стороны, вот этот фактор будет привязываться, что вы там, мы вас туда не посылали, вы воевали там непонятно, что делали и так далее. И второй момент, я думаю, там даже еще два момента. Второй момент будет связан с тем, что на многих будут смотреть, что вы там просто клубо деньги зарабатывали, как бы, и не надо рассказывать, что вы пошли там родину защищать, вы вот такие вот работнички. И третий, самый главный момент, им еще будут говорить, что вы хреново воевали. Что же это такое, вы столько лет не могли Украину победить. То есть вам государство столько всего дало, деньги выплачивало, армию строило, а вы это все бездарно проиграли. И вот казалось бы, ну не дебил же вот этот, который на войну сначала пошел, а потом с нее вернулся, да? Не он же эту войну начинал, правда? Он виноват в том, что подлец без принципов, что пошел за длинным рублем убивать украинцев на украинской же земле. Но кто его довел до такого нищенского состояния? Чуть двушка баксов в месяц, для него реальный аргумент стать убийцей. Так сказать, официально оформить свой статус подонка. Кто? Но искать ответ на этот вопрос, на самом деле самый главный вопрос. У россиян времени нет. Они в очередях стоят. То за яйцами, то в военкомат, который им повесточку прислал. Для уточнения данных. В какой именно области Украины мобилизант, ах, извините, доброволец, сдохнет? Донецкая, Луганская, Херсонская или Запорожская. И вот тут вот, прямо в очереди им бы задуматься, что я, блин, тут делаю? Что я буду делать в Украине? Тем более, что боженька-то подсказку дает. И такую, которую не заметить крайне сложно. Отличная тенденция! Мобилизанты на России начинают дохнуть еще до подписания контракта. О, ребят! Это же не просто намек, это прямой знак. Валите оттуда! Ну вот как вам еще Саваоф, он же бог-отец, должен показать, что эта война, это не богоугодное дело? Гром, молнии, мужской голос из тучи, валите отсюда, недоумки! Че это должно быть? И вот сейчас самое печальное скажу. Ничего, ничего не поможет. Потому что россияне давно уже боятся реально не вот того бога, который где-то там на небесах возглавляет небесную канцелярию. У россиян уже давно есть свой бог, который намного ближе и намного страшнее. Так было всегда, любое начальство, всегда в России, но если не уважается, то во всяком случае, даже скорее так, да, бог не уважаем, а бог непререкаем, потому что здесь, в этой божественности путинской, нет истинной веры. Там нет ни православия, там нет ничего, там есть... Он языческий бог. Он языческий бог, причем такой бог типа Молоха. Он страшный, он большой, его, конечно, надо задабривать. Это тот бог, который по ночам ест детей, а не тот, который сидит на облаке и имеет сына и святого духа. Это другой бог. Это языческий бог, который вот карает значительно строже, чем любит и заботится. Собственно, его функция карательная, как у любого начальства, она не несозидательная. Начальства боятся и обожествляют, а не уважают. Когда уважают, не обожествляют. Когда уважают, то хочется подставить плечо, да, и быть вместе с лидером. А здесь карательная функция. Да, это от россиянам намного страшнее. Мы же, ну, представитель того бога, эти тучные мужички в смешной одежде на мерседесах и с золотыми котлами. Господи, гляньте вы на гундяя, ну, какие там кары небесные, если такой клоун в клобуке. И, между прочим, вот этот головной убор, символ тернового венца Иисуса, да, у священников. У гундяева он со складным крестиком, терновый венок Иисуса, да. И на самом деле, боженька может хоть сотни ледяных сосуль на голову россиян низвергать. Не, ничего не бояться. Для россиян реально намного страшнее тот, который без бороды сплешни вместо клобука. И ангелы его, ОМОН, Росгвардия и ФСБ, тоже для россиян намного страшнее вот этих Михаилов, Гавриилов и прочих, и Ягудиилов, и Варахиилов вместе взятых. Вот его, Плешивого, они готовы услаждать, бояться и дохнуть во славу его имени и за его деньги. Ну, точнее, за свои же деньги, на которыми распоряжается он, Плешивый, озерный бог. Да, вся эта война затевалась ради удовольствия одного человека. Его удовольствие чувствовать себя великим, чувствовать себя покорителем и собирателем. Удовольствие чувствовать себя не просто вором и распильщиком, но исторической персоной. Ну, как те, про кого ему, серому и неприметному в школе на уроках истории рассказывали. А тут, бэм, Украина лишила его удовольствия лицезреть победу и встать перед ним на колени за три дня. Но не только этого удовольствия. Удовольствие еще указывать кривым пальчиком европейцам и американцам, что делать. Удовольствие хамить всем вокруг, издеваться. Иногда прямо, как помните, с Меркель случай был, да, и с собакой коней. Когда он специально взял собаку навстречу с Меркель, зная, что она панически боится собак. Вот ради этого тоже. Но самое главное, Украина лишила Путина идеологии, которую он придумал для России. И ничего другого не случилось, кроме как утопия Великой войны в прошлом, она перешла в утопию Великой Победы в будущем. То есть Великая Победа в прошлом, 9 мая 1945 года. И пропаганда уже последние годы стала фактически насаждать новую утопию уже Великой Победы в войне в будущем. Но и народ как-то и ожидал даже этой Великой Победы. И Путин постоянно намекал, что еще главные свершения мои впереди. Но это вот то, как коммунизм, Хрущев или Брежнев не смогли построить коммунизм в 80-м году, реализовать эту утопию. Так Путин не то, что не смог реализовать эту утопию Великой Победы, дать плебсу вот это то, что обещал. Он вместо этой Великой Победы устроил великий конфуз, великое преступление, великий позор. Население еще пока не расщухало это. Не расщухало, к сожалению. Это мы видим по всем социологическим вопросам. Пока еще эту морковку перед ними держат. Они еще ждут этой Великой Победы. Вот взяли Бахмут. О, уже близко совсем Великая Победа. О, Бахмут там, значит, это просто испепелили. Небольшой городок, уничтожили жителей, там, сожгли все. Ну, это уже какая-то победа, какой-то шажок и так далее. Когда им окончательно наваляют на этой войне, я в этом убежден, что это рано или поздно произойдет, рухнет эта утопия Великой Победы, а вместе с ним рухнет и этот путинский режим. Вот Игорь Веленович не в бровь, а в глаз. Бесцветный, безжизненный путинский глаз. Лучше бы не испортить шкурку. В своих метаниях и поисках новой идеи для России, идея, которая бы не просто позволила ему бесконечно объединять счастливый народ под своей дланью, Путин родил идею бесконечных побед России. В прошлом победы одни сплошные победы. В настоящем победы одни сплошные. В будущем авансом одни сплошные победы. Россия страна победителей. Прадеды победители, деды вообще победители, внуки их, то есть вы россияне, вы тоже победители. Аналоговнеты, сарматы, посейдоны, чемпионы с легким ароматом мельдония. Вы россияне, вы тоже победители, да. А вот как все хорошо было, нефть дорогая, газ в Европу, история переписана, народ счастливый. Нужно было только дать народу подтверждение вот этого статуса победителей, которые под мудрым руководством Владимира Владимировича порвут сейчас всех, да. И вот с этим случилась проблема. Притом такая проблема, что пришлось кремлевскому Гремену дистанцироваться от этого слова и от этой славы. Хотя какая там слава? Вся война в Украине для российской армии это одно сплошное бесславие. А кто хочет ассоциироваться с бесславием? Путин не хочет на себя, беременно, брать на себя ответственность за результаты войны сейчас, то есть на нынешнем этапе. Он не надевает мундир и ордена, не присваивает себе звание Героя России за войну, за СВО, так называемую. То есть он подчеркивает, что он не хочет комментировать или не хочет отвечать на вопросы, которые касаются тактических операционных действий военного руководства на фронтах. Таким образом он отстраивается. Вот есть военные, они этим занимаются. Я, Федакон Иван Командович, я указываю путь и политические решения принимаю. А то, что там местные штурмы и 300 тысяч погибших, это все, ну, генштаб, где-то там... Это все глупые вояки, да? Да, да, ну это... Я ж не о том, я ж СВО, я не война. Да ну и вот монахам с такой войной ассоциироваться. Путин должен ассоциироваться с войной-триумфом. С войной-праздником, войной-успешным-успехом. А если такой войны нет, а есть другая, кровавая, муторная, которая все четче ведет к поражению. А поражение ведет к тому, что верные соратники первыми кинутся на ослабевшего карликового льва, да? Им всем в этой ситуации остается только мечтать. Путину про то, что Трамп придет и порядок наведет. Пропагандонам в студиях о чем-то еще более иллюзорном. В таком, вот, фактически позиционных боях, при такой длине фронта, в одном месте, если мы получим прорыв, то рухнет весь фронт с той стороны. Это военная классика. Максим не даст соврать, если он военную историю изучал. В этом смысле, да. При позиционных боях. Это может произойти вообще в новогоднюю ночь. А Скобеева еще глубже мечтает, скажем так, в рамках этой победоносной и победобесной идеологии. Идеология, которая сейчас уже трещит по швам. А когда кафтан трещит по швам, что делают, если другого нет? Да, посемнее кутаются в него, стараясь дыры прикрыть. НН со ссылкой на ответ службы НАТО и военного чиновника Пентагона заявили, что речь ВСУ продержится максимум несколько месяцев. Еще раз, ВСУ, по их данным, продержится максимум несколько месяцев. Самый худший сценарий – контротступление до Львова или даже поражение до лета 2024 года. Ольга, там под вами пол мокрый, осторожнее, не поскользнитесь на влажном. Только вот не сложится, не сложится в любом случае, потому что никакого случая прекращения поддержки не будет. Все у нас, как минимум, в 2024 году будет нормально. И с военной помощью, и с экономической. Слышите, Ольга, этот характерный звук реактивных двигателей Pratt & Whitney? Ольга, это F-16. Отличный самолет. А слышите крики и маты с неба? Ольга, это расистские пилоты летят к земле в огненных шарах, еще недавно бывшими истребителями-балбардировщиками Су-34. И они сбиты патриотами, которых в Украине стало еще больше. А будет еще больше. Так что, повторяя слова примадонны российской пропаганды… Никто не даст Украине утонуть. Но найдут по-другому, будут называть. Это все бюрократические игры. Мы начинаем так вот на полном серьезе сейчас втыкаться, говоря, вот, смотри, все им дадут. Никто их не оставит подыхать. На форме в виде кредитов. Мы каждый раз так начинаем анализировать вот эту обманку, которую они нам подсовывают. Нет. Да, конечно, чистая обманка. Не просто не дадут утонуть. Не просто все, что нужно, передадут, а чего не будет, произведут и передадут. Нет. Цельный завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов, цельного факультета мировой политики, цельный полупокер Андрей Сидоров, например, утверждает, что европейцы сейчас прям соревнуются между собой в том, кто именно уже поставил, а кто в будущем поставит на место кремлевских шавок в руководстве некоторых европейских государств. Кто будет пинками гнать Орбана, Фитца и прочих Путин-ферштейеров, то есть понимающих Путина, пить кофе, есть гуляш или вепрово колено в моменты важных голосований ЕС в поддержку Украины. Все это и так уже есть. Сейчас Орбану сказали, вот ты выйди, кофе попей. Там, кстати говоря, по-моему, кто сказал-то? Вроде бы как Шольц за это борется, но тут же итальянцы говорят, нет, это Мелони. Это все Мелони его уговорило. То есть сейчас еще борьба... То есть русалка его утащила. Сейчас еще борьба будет идти, кто заставил Орбана выйти попить кофе. А так можно было? В Европейском союзе. Теперь можно голосовать, да? Да, в общем, да. Вот это тоже удивительный вопрос. Так достигается единогласие. Это ведь все очевидные вещи. Это публичное событие. И не просто публичное. Европейские политики чуть ли не бравируют тем, кто изощрение поставит Будапештского Борова на место. И все это говорит о том, что Путин — это уже отыгранная карта. Путин, его прихлебатели, все его ручные и прикормленные олигархи и денежные мешки с разной степенью вовлеченности в войну. Это все отыгранная карта. Абрамович, он уже как старался занять место главного миротворца и переговорщика между всеми, да? Все равно сидит под санкциями. Так отчего же российский народ, видя все это, и понимая, что он последняя надежда лично Кремлевской моли на еще пару лет царствования, все еще стоит перед этой молью на коленях? Потому что я еще раз повторяю, Путину очень повезло с народом. А народу не очень повезло с тем, что Путин умеет просчитывать реакцию российского народа. Потому что вас, ребята, просчитали. Просчитали на калькуляторе, проверили и повели выгуливать на выставке породистых диктаторов. Автократ 23-24. Сколько вы будете стоять на коленях, не неся никакой угрозы для власти? Пропагандоны говорят, Россия встает с колен. И что? В чем вставание? Может, жить стали лучше? Мы первые в республике, Путорстан у нас, да, какое место занимает? А люди бедные страдают, не могут чай попить горячий. Ну, люди, ну о чем говорить? Это проблема с 2018 года, насколько это? Каждый год мы собираемся, телевидение приезжает, 34 канала, буквально неделю все жужжат и успокаиваются. И опять то же самое, ну решите проблему, пожалуйста, я вас умоляю. Единственным источником жизнеобеспечения на нашей территории является электроэнергия. Мы неоднократно обращались с жалобами о некачественной поставке электроэнергии и регулярных отключений. Наконец-то! Давно я ждал, когда Татарстан появится среди видео людей, записывающих видосы о своей беспросветной жизни. Татарстан! Почти миллиард тонн подтвержденных запасов нефти. Че вы к ним вообще обращаетесь? У вас деньги под ногами, ваши деньги. Даже по нынешним ценам, которые под ограничением, у вас под ногами 453 миллиарда долларов. Вы себе представляете, что вы можете сделать в Татарстане на 453 миллиарда долларов? Да Дубай это грязная конюшня может быть по сравнению с Татарстаном. Алга-Татарстан, давайте действуйте, потому что Путин эти деньги потратит на яхты, на дворцы, на ракеты с танками, на канализацию в Абхазии. То есть на что угодно, кроме самого Татарстана. Ну вот уж кто-кто, а Татарстан точно не должен стоять в очередях за рыбой, как стоит Воронеж. То есть Воронеж тоже не должен стоять, просто Воронеж уже стоит. За рыбой, Карл. Харьков не стоит в очереди за рыбой, а Воронеж стоит. И нехилая такая очередь. Да-да-да, я понимаю, что обязательно кто-то напишет в комментариях, что Да вот, я вчера купил Сибаса в Магните, есть рыба, всюду есть. Так а что тогда люди в Воронеже в очереди стоят? С яйцами, я напомню, между прочим, такая же петрушка была. Да есть яйца, всюду. Писали в комментариях пользователи там с загадочными цифровыми никами. А потом... Такой совок нетленный опять подкрался незаметно. Сверхдержава эзетиз. Хотя, с другой стороны, это ведь ненадолго. Имеется в виду, что решать такие проблемы с дефицитом самых неожиданных товаров в самый неожиданный момент с помощью закупок в типа братских странах будут недолго. Скоро начнут экономить валюту на закупку комплектующих по тройной цене через серый импорт, комплектующих для танков, самолетов и снарядов. И ракет, конечно же, как же без них. А народу, который просчитали, и просчитали у которого практически бесконечный уровень безропотности, будут рассказывать о том, что жить от получки до получки – это не просто нормально. Это, ребят, прекрасно. Это воспитывает в духе стоицизма. Семья, где полное благополучие финансовое, а таких у нас немало. Подавляющее большинство граждан все-таки живут от зарплаты до зарплаты. Но и богатых, и очень богатых очень много. Они сейчас чем занимаются? Они вынимают своих отпрысков из зоны комфорта, вот как называется. Создают им искусственные сложности. Но это умные люди, конечно, делают. Почему? Потому что нужно, чтобы человек хоть сам карабался куда-то. Если ему все с неба сыпется, как манна небесная, он ничем не дорожит. И как производная ни к чему не стремится. Вот в чем беда. Владимир Владимирович Марий Антуанетт с новым прочтением фразы «Если народу не хватает хлеба, пусть едят пирожные». Если вам не хватает денег на жизнь, коммуналку и лекарства, берите пример с олигархов и воров, которые лишают своих золотых чад нового Бугатти. Да, лишение воспитывают, истинно вам сказано. Ребят, скупайте колбасу. Вот серьезно, в совке колбасы не было, и вон какой народ был героический. Готовый как один умереть в борьбе за это. Даже в песне пелось «И как один умрем в борьбе за это». А теперь что? Тьфу! Только за деньги готовы умирать, и то далеко не все. И не как один. А с возмущениями и с жалобами. Это все из-за того, что колбасы в магазинах навалом. Слишком много колбасы в магазинах. Хотел бы сказать насчет вот этого вот «за колбасу». Это же не просто фигуральное какое-то выражение, да? Проходили. Да, мы видели в конце 80-х горбачевская пропаганда, западная пропаганда. Откажитесь от своей страны, Советского Союза, откажитесь от социализма и получите 100 сортов колбасы. Ну вот, получили, да, развал экономики, оборонного сектора, который сейчас восстанавливается, да, и с точки зрения колбасы. Производство мяса в разы уменьшилось, да, и колбаса... И что не вправе? Была... 100 сортов колбасы. ...беликаты, соя, ножки Буша, накаченные, да, антибиотиками, которые Запад нам сюда ввозил. Поэтому это выражение, оно действительно соответствует политике огромного количества стран. Афонин знает, что говорит. Недаром коммунист. У них, у коммунистов, есть специальная такая калькуляция, какой процент дефицита какого товара превращает народ в окончательный скот. Ну, в смысле, в передовой отряд борцов за счастливое будущее. И, судя по всему, они эти таблицы передали в Кремль. Хотя, конечно, нет. Нет, все намного проще. Неэффективная экономика, которая более трети ВВП тратит на войну, это настоящий бермудский треугольник для товаров народного потребления. Как в Совке было. В смысле, товары народного потребления неожиданно пропадают. И что это будет завтра? Зеленый горошек в банках, подсолнечное масло. И пропадет совсем или подорожает? Никто не знает. Вот сейчас говорят, что в России подорожает селедка. Переработчики сельди сообщили об увеличении цен на продукцию из-за сокращения предложения на внутреннем рынке. Коммерсант сообщает со ссылкой на информацию переработчиков и ритейлеров. В декабре и январе цены должны вырасти на 10%. Ну и январь и февраль. А там, глядишь, завезут селедку из, не знаю, из Монголии или из Беларуси. О, да, еще одна великая морская держава. Все. Потом как-то незаметно селедка вообще пропадет. Все лучшее, что было в Совке, даешь в России. Хотя нет, в некоторых вопросах современная Россия даже переплюнула СССР. Например, в мастерстве угроз определенно угрожать миру стали намного лучше. Соловьев рассказал, как начнется Большая Европейская война. Как начнется Большая Европейская война, я вам могу рассказать, это очевидно. И она будет не ядерной. Они же убеждены в том, что мы не используем ядерное оружие, если они его не используют. Поэтому сейчас начнется с втягивания частей и соединений на территорию Украины. То есть сначала они бросят Польшу, при этом они так по чуть-чуть. Они бросят польские войска, смотрят, а русские не долбанули ядерным оружием. А можно еще побольше, а можно еще, а можно же и механизированные дивизии бросить. А вот если мы сейчас в Молдавию заведем из Румынии войска, а вот если мы в Приднестровье начнем решать. Мы же не ядерные, они скажут, а что вы на сразу ядерным оружием? А вот чешский корпус появится. А вот еще, и они будут делать, как Андрей нас все время говорит, ну а что вы хотите, ну а что сразу, зачем? Ну зачем вы сразу ядерным оружием? Это же, ну не повод же ядерным оружием. И вот они так постепенно, постепенно будут насыщать место украинской армии, притом уже отказываясь от термина добровольца. А потом мы уже заметим, что у нас здесь уже все, вся составляющая, кроме ядерной. Поэтому я предлагаю сразу, не затягивая, в нос. Вот точнее, давайте так, угрожать языком стали лучше. Советский Союз, он же языком не особо угрожал. Он просто брал и в какой-то момент подрывал царь бомбу. Или запускал человека в космос. Или ввозил ракету на Кубу. И противники, капиталисты понимали, ууу, бля, извините. С этими фанатиками, с коммунистами надо быть осторожным. Серьезные парни эти коми. Враги, но уважаемые. А нынешняя Россия че? И смех и грех. Единственное, кого они поставили на колени, это свой народ. Но все равно угрожают. Слушайте, а ведь на самом деле, тут же вопрос в другом. СССР угрожал врагам. А современная Россия, она угрожает Западу для внутреннего рынка. Вот такой вот парадокс. Россия угрожает Западу, чтобы народ российский, глядя на все это, возгордился собой и страной, которая на самом деле убивает россиян. Ну то есть своей родной Мазер Рашей надо гордиться. А она же россиян убивает в нереальных абсолютных количествах. Но те все равно молчат. Значит, в Кремле все верно просчитали. Украину вот не просчитали. Вернее, считали, но просчитались. Путин считал, что войны не будет. Так просто пройдется за три дня, максимум за неделю. И просчитался. Кстати, с Европой тоже просчитался. Что я вам могу сказать? Ну вот она, пожалуйста. Большая европейская война. Это война, тяжесть которой откровенно, явно понимая, что они делают. Ну не надо вот эти вот заседания Евросоюза с Европейского Совета, лидеров сводить, знаете, встречи наперсочников и ларечников, да, на привокзальной площади уездного городка, там, а ты пойди, значит, а пока ты пойдешь, мы шариками. Нет, конечно, это системное решение. И, конечно, каждый выторговывал, и Орбан, и все остальные выторговывали за то, что они согласятся на Большую Европейскую войну, что-то для себя. Ну вот она. Ну вот она, мы фактически уже одной ногой вошли в эту Большую Европейскую войну, где нашим противником будут европейские страны НАТО. Вот совсем вся вот эта путинская рать не просчитала, что Европа не сложит лапки, надышавшись российским газом и напившись российской нефтью, а поднимет заржавевший щит и начнет чистить поблегший меч для того, чтобы передать их Украине, которая и сама бьется, и других заставляет. Прежде всего, своим примером заставляет, показывая, что можно и нужно бить того, кто казался огромным и страшным, а оказался таким надутым и слабым. Украина и Европа просчитали и, не веря своим глазам, увидели, что Россия на самом деле слаба. Может быть, потому что слаб народ российский, позволяющий кучке воров и казнокрадов, схемщиков и манипуляторов, и всей этой вонючей кучке, себя просчитывать постоянно. Просчитывать, управлять и гнобить. Арестовывать, пытать, заставлять признаваться в работе на вражеские разведки, как это было. Война, поиск шпионов, диверсантов, предателей. Все такое вкусное, как докторская по 2.20. Нам все-таки важно понимать, какие у них планы, потому что в соответствии с этим пониманием мы будем выстраивать свои действия. Я считаю, что у них ближайшие планы – это террором вызвать какой-то вот тут… Вражение какое-то. Дисбаланс. Хорошо, тогда в таком случае мы что? Мы усиливаем нашу бдительность, какую-то там защиту? Или мы, может быть, какие-то превентивные меры предпринимаем, чтобы лишить их этой террористической возможности? Ну, смотрите, я отвечу, постараюсь мягко, я убежденный сторонник, и не один я здесь – возрождение СМЕРШа. О, и Малькевич туда же в компанию к Гурулеву и к Соловьеву. Даешь СМЕРШ, даешь новый ГУЛАД по местам вертухайской славы дедов-охранителей. Можно на тех же площадках, можно рядом, руки вспомнят быстро. Вот только Путина это уже не спасет. Путин уже проиграл войну, потому что он не собирался воевать с Украиной. Он собирался, еще раз повторю, быстро, с флагами, в открытую, прогулочным шагом, любуясь окрестностями и присматривая участки земли под будущие особняки и дворцы, пройтись. А Украина заставила Путина драться, а не победоносно маршировать по Крещатику. И заставила бояться украинцев на поле боя. Бояться, врать, выдумывая мифические сотни уничтоженных танков и прочей техники. Он же врет это все, потому что боится. Это как хулиган громко кричит, матерится, угрожает, пытаясь подбодрить и самого себя, и своих товарищей. Когда получает любви. Если бы Путин знал до февраля 22-го года, что Украина сильна, что Запад не отступит, он бы не начал войну. Поэтому я и говорю, что кремлевский дном на цирлах уже просчитался и уже проиграл. И все, что ему остается, это продолжить просчитывать россиян. То, что у него получается. Сколько дать денег, пока они есть. Сколько забрать на фронт россиян, чтобы они не мешали получать прибыль с того, что ему не принадлежит и дальше. И, наверное, удовольствие получать от убийства своих же, от того, как россияны ему покорны. Циничный, жестокий, мрачный маньяк. Станет меньше денег, так Набиулина включит станок не проблема. Это для россиян будет проблема с включенным станком, потому что деньги обесценятся. А для Путина не проблема. И для пропагандистов не проблема. Они все в долларах получают. Просто задача. Задача просчитать и высчитать, сколько лжи в минуту достаточно, чтобы зомбировать россиян на все 100% 24 на 7. И какой именно лжи? Вот любимая есть угроза ядерным оружием. Опять же, не столько для Запада, сколько для своих угроз. Вы только гляньте, какие мы сильные, да? Ух, гляньте, какие мы сильные. Говорит, надо долбануть. Давно, говорит, одно и то же, бесполезно. Ну, зачем менять пластинку, если people have it, правильно? Если и этого достаточно. Достаточно, чтобы россияне думали, что они сильные. Что Россия еще что-то может решать и кому-то что-то предлагать. План сотрудничества до 28-го года с Соединенными Штатами подписали Литва и Эстония. В Польше, в двухстах километрах от Калининградской области, вступила в строй база противоракетной обороны США. То есть, нас пытаются дразнить, что ли? При том, что в 156-й раз Владимир Владимирович четко объяснил, почему мы не собираемся воевать с НАТО. Но только теперь, очевидно, мы наивными больше не будем. То, что сказал президент, это очень интересно. Мы больше наивными не будем. Мы больше Западу не верим. Никому. Мы понимаем, в чем их истинный смысл. Уничтожение российского государства. Окей, подойдем с другой стороны медали. А вам что, кто-то верит? Если вы в соседних студиях, как абсолютную истину, несете околесицу в разные стороны. Помните, вот Соловьев только что цитата, как там было? В 156-й раз Владимир Владимирович объяснил, почему мы не собираемся воевать с НАТО. Окей. А что тогда вот с этим отщепенцем делать? Есть сомнения, не пойдем ли мы дальше после Украины. Вы не против вступления в Федерацию. Я правильно, чтобы там не шло. Там у меняемых людей есть сомнение, что мы пойдем куда-то дальше? Ну, понимаете как? Они же не знают, что в голове у наших руководителей. Ну, вот и Путин сейчас в очередной раз. Есть сомнение, и Путин в очередной раз их успокоил, сказал, что нет никаких... Вы думаете, Путин их успокаивает? По-моему, они когда видят фотографию Путина, уже начинают. Путин сказал то, что может нашей шизанутой общественности, части, которые хотят там на Варшаву, на Берлину, не понравиться. Но Путин сказал, у нас нет проблем со странами АТО, нет к ним никаких территориальных претензий. Это может кому-то не понравиться. А мы не будем дарву отнимать, что у нас есть проблемы. Давайте мы представители шизанутой общественности. Я так понял, что Александр Юрьевич, это был камень в успехе. Ну, хорошо. Пункт первый. У нас есть проблемы со странами НАТО. Эти проблемы Владимир Владимирович Путин и наша дипломатия в декабре 21-го года положили на стол американцев импрессор. Это проблемы. А мы от них не отказываемся. Пошли нахрен отсюда на 97-й год на границу. То есть претензии так и есть? А как вы их решать будете? То есть вы будете воевать с НАТО? Или не будете и казаков предатель? Или что? Очень много непонятного. А все потому, что рыба врет с головы. Потому что нижней челюстью Путин произносит, что с НАТО воевать не собирается. А потом верхней челюстью говорит, что у одной из стран НАТО будут проблемы. Помните, я вначале говорил, что еще один просчитанный и Путин, и его черными технологами аспект восприятия мира российским мозгом – это короткая память. Потому и врет Путин, как сивый мир. Потому что знает, что поверят. И что очень быстро забудут. А потом снова поверят. И никто не будет проверять. Чай не в демократии со свободной прессой отживут. Цифры и факты, которые звучат из уст президента – это очень дорогого стоит. Потому что, во-первых, априори никто не ставит под сомнение. Не может президент говорить, так сказать, непроверенные факты. Что-то, так сказать, там, говорить какую-то неправду. То есть то, что он говорит, это является истиной. И никто эту истину не оспаривает. Да, конечно, без сомнения, все так и есть. Но никак не может говорить президент непроверенные данные. А если снова проиграет голодьба, то не система виновата, а судьба. Ну, в смысле, если реальность не соответствует путинским словам, значит, что? Значит, к монахам ее такую реальность. Они за это время потеряли свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа. Это только то, что мы видим. Есть еще потери, которых мы не видим. А вот это вот это кто вот это вот только что сказал? Вот это вот про танки непроверенные цифры. Ну, вот как так-то, а? Верим на слово, потому что не может же президент, ясно солнышко, врать и придумывать, а? Президент в Сиаре и Си всегда прав. А если вдруг у вас возникают сомнения предательские, что в принципе было поставлено меньше техники, чем ее Путин языком уничтожил, то вы смотрите пункт первый, который гласит, давайте пройдемся для закрепления материала, правильно, пункт первый, Путин, президент, всегда прав. Ну, в пропагандонских студиях так точно. Вас просчитали, ребят. Вас просчитали и продолжают просчитывать. И пропагандон точно знает, сколько вам нужно лжи в пересчете на живую массу, чтобы вы и дальше могли искренне и убежденно молиться на Путина. И какой эта ложь должна быть? Например, излюбленный финтушами Скобеевой и Скобеева. Плохо всюду, где нас нет. Ну, в смысле, где нет русского мира. Самим немцам не хватает денег. Не то, что на подарки, а даже на елки, которые зажиточные бюргеры начали воровать. Причем на нехватку денег жалуются большинство немцев. 35% заявили, что постараются сэкономить на подарках. 42% сказали, что цены для них заметно выросли. И только треть способна обеспечить себя всем необходимым на Рождество. В эту треть входит немецкая верхушка, которая вместо рождественских подарков своей нации еще раз собирается направить миллиарды евро на Украину. Да и как же жим немчурета болезной не воровать-то, елки, у них же из дома все вынесли. Помните, был ролик, там еще якобы немцы Хайль Зеленский говорили. Ну, был такой перл телевизионной рекламы для немецкого рынка, якобы снятый неравнодушными и возмущенными немцами. И из этого перла лезли небритые уши российских пропагандонов и конкретно Маргариты Симоньян. Российский патриот очень любит смотреть, как где-то там живут хуже, чем живет он в своих малых тетюшах. И что тетюша это ого-го по сравнению с Гамбургом рай земной. Кто мог подумать, а вот оно как, Михалыч, да? А еще очень хорошо в деле убеждения россиян, что они все так же живут в лучшей в мире стране. В смысле, стоят в очередях за рыбой и за яйцами, но очереди эти находятся в самой лучшей в мире стране. Так вот, вот в этом деле убеждения россиян, в этом бреде, чудесно работает тема, как плохо живут украинцы. А уже 10 лет работает эта тема на неокрепший мозг коллективного ваньмани, расположившегося на продавленном и прожженном диване прямо перед телевизором. Когда последнего пропагандона толпа возмущенных россиян будет тащить за ноги из студии в воронок, пропагандон будет орать, а че там у хохлов? Гляньте, че там у хохлов? И главное там сейчас семейный подряд, что на фронт нужно идти с семьями. Это и веселее, это и для здоровья полезнее, это... Очень интересно. Все, 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 все будет хорошо. Да, все так. С семьями, причем с детьми, с попугайчиками в клетке. Прям на фронт. Попугай вместо дрона, собака вместо сапера полями не рует. Такой вот он, рациональный и безжалостный укрорейн. Ну, в представлении российских пропагандонов и тех зрителей, которые им еще верят. Че там у нас осталось в коробочке с волшебными пропагандонскими пилюлями для россиян? У-у-у-у, вот это вот очень хорошо, да? Это внутримышечный успокоим. Нет, вы че, никаких проблем. Никаких рухнувших мостов, железной дороги в Тыву, обрушения домов, подмытых своих же канализаций в Астрахани. Нет, все проблемы временные и решаются одним движением даже не пальца, просто языка. Вот действительно, каждый из этих ограничительных мер наносит нам ущерб какой-то. И поэтому единственная наша цель на данном этапе просто перестроить рынки, потому что дополнительные сдержки, дополнительные траты, дополнительные расходы бюджета, в том числе и ущерб экономике, хоть и не такой значительный, какой они предполагают. Тем не менее, наш единственный выход – это переориентация на другие рынки, которые по-прежнему подвержены политике, которая, как мне кажется, в западных странах давно умерла. Это политика свободной торговли и такому древнему методу взаимодействия, давно забытому, как рыночная экономика. А вы что, что-то производите? Ну, рынки чего вам надо перестроить? Воблы? Так она скоро пропадет. Рынок бересты и валежника? Европейский рынок газа? Йог. Рынок СПГ в ауте после санкций? И в таком ауте, что говорят даже китайцы, прям просят американцев слегка приоткрыть дверь в камеру и слегка отпустить ошейник. Туго завязанный на шее у Севморпути и всей вот этой северной архитектуры сжиженного природного газа. Американцы пока думают. Индусы морозят ржавое корыто с российской нефтью, которое Россия лихорадочно скупила за безумные бабки. Вот все скупила, до которых могла дотянуться, так вот индусы теперь держат их на внешних рейдах, не разрешая разгрузиться после последних санкций США против конкретных танкеров. Все. Все рынки, где вы можете попытаться хоть что-то перестроить, со всех остальных рынков вас будут гнать водопроводными трубами малого диаметра по мягким местам. А больше ничего и нету. Ведь все, что вы умеете производить, ну как производить, да добывать, это нефть, газ и смерть. Последнее, прям в промышленных, невиданных масштабах. Вы мастерски уничтожаете своих, чужих, всех, развязывая войны, репрессии, устраивая гулаги и бучи, и не испытываете поэтому полный на малейших сомнений и терзаний. Ну, конечно, русские не хотят вины. Я тоже не хочу вины. Но придется. Никто не хочет быть виноватым, никто не хочет быть плохим, никто не хочет быть самым провинившимся народом Европы. В моем плане это не входило. Но это случилось, да, благодаря Путину, благодаря в том числе и нашим согражданам, которые поддерживали Путина и поддерживают войну. Из этого выбираться нам всем по-любому, потому что после 1945 года никто немцев не спрашивал, фашист он или антифашист. Это были все немцы, самый плохой народ Европы. И были они самым плохим народом Европы больше 70 лет. Вот я не ожидала, что придет очередь русских. Но она пришла. А не потому, что мы выдали плохое жеребие, а потому, что сами очень много для этого сделали или, наоборот, не сделали. Для того, чтобы этого не было. Хотят ли русские войны, сменилось на хотят ли русские вины. Потому что с войной уже все понятно. Да и с виной тоже. И это тоже Путин просчитал. Это наплевательство на жизнь. Свою и чужую. Жизнь в самом широком смысле этого слова. И качество жизни, и простого физического существования. Жить в беспросветных бараках и с легкостью умирать в чужой стране, чтобы, ну, хоть дети теоретически могли из этих бараков выбраться. Так, ребят, теоретически. Потому что дети живут и воспитываются в такой же парадигме. Парадигме маленьких людей, которые ничего не решают. И чья жизнь не так уже важна. Папка ведь свою ни за что отдал. За 2000 долларов. То, что папка мог бы не отдавать жизнь, как опция даже не рассматривается. Что папка мог бы потратить свою жизнь, добиваясь улучшений в своей стране, а не пытаясь захватить чужую. Этого нет. Пока нет. И очень надеюсь, что пока. И очень надеюсь, что это сознание придет в российские головы в 2024 году. И что это будет год, когда россияне поломают все путинские расчеты, сказав «хватит». Хватит убивать. Хватит издеваться. Хватит убивать россиян и издеваться над россиянами. Хватит врать. И подчеркнуть серьезность своих слов парой-тройкой сожженных башен Кремля. Просто потому, что, судя по всему, место таки проклятое, ребята. Но это уже по желанию. Жечь или не жечь Кремль – это внутреннее дело россиян. А вот перестанут россияне быть безмолвным скотом или не перестанут – вопрос, который волнует всех вокруг. С наступающим Новым Годом, россияне! И пусть он станет первым годом в истории государства российского, в которой страна перестанет быть страной рабов. Нелегкая задача даже для ее лопуки, но если всем миром, может и получится. Украина готова предоставить салют и осветить, так сказать, россиянам путь к свободе. В огонь! Редактор субтитров А.Семкин